всем огромный привет сегодня будем вязать сетчатый узор очень красивый узор давно хотела его связать и смотрите нашла подходящую пряжу нашла подходящие спицы по размеру это лицевая сторона и так выглядит изнаночная сторона смотрите вот на такой пряжи смотрится этот узор так на более мелкой пряжи смотрится уже совсем иначе и совсем на крупной пряжи узор еще по-другому смотрится вот вам и различия давайте мы с вами свяжем небольшой образец раппорт этого узора нечетное количество петель взяла еще другую пряжу и давайте мы с вами наберем для примера ну сколько давайте 5 петель наберем набираем классическим обычным способом петельки 2 3 4 5 5 петелек набрали и две петельки кромочные 1 2 все набрали 7 петелек одну спицу снимаем вяжем первый ряд я пробовала много вариантов по схеме но этот вариант мне самый самый такой прекрасный понравился кромочную снимаем всегда в начале ряда далее вяжем одну лицевую петельку за переднюю стеночку далее делаем накид одну петельку снимаем не провязывая как лицевую рабочая нить у нас за работой далее 1 лицевая опять накид одну петельку снимаем не провязывая нить за работой и в конце ряда у нас должна остаться одна лицевая петелька кромочную провязываем изнаночной петлей все первый ряд готов вяжем 2 кромочную снимаем и все петельки провязываем лицевыми но вот одна лицевая у нас мы ее лицевой провязываем а там где лицевая с накидом мы провязываем лицевой вот так вот две петельки вместе одной лицевой за переднюю стеночку провязали далее 1 лицевая 2 вместе одной лицевой за переднюю стеночку в конце ряда у нас одна лицевая петелька и кромочная изнаночная это был второй ряд поворачиваем работу и вяжем третий ряд третий ряд вяжется точно так же как первый но мы его немного смещаем в первом ряду мы первую петельку провязывали лицевой а сейчас делаем сначала накид одну петельку снимаем не провязывая нить за работой 1 лицевая и повторяем накид одну снимаем 1 лицевая в конце ряда у нас накид одну петельку снимаем нить за работой и кромочная изнаночная петля третий ряд готов вяжем последний ряд раппорта 4 поворачиваем работу кромочную сняли немного расслоилась нитка далее провязываем точно так же как второй ряд накид или вот эту вот петельку 2 вместе 1 лицевой за переднюю стеночку далее лицевая и опять провязываем 2 вместе 1 лицевой за переднюю стенку все мы с вами провязали раппорт узором далее повторяем с 1 по 4 ряды это лицевая узор формируется с изнаночной стороны но сейчас его не сильно видно так мне самый такой удачный пример на вот этой пряжи видите мне пришлось потрудиться пока я достигла желаемого результата я считаю очень очень удачно как вам такой узор нравится обязательно напишите мне в комментариях а на сегодня у меня все всем отличного настроения вдохновения терпения здоровья и ровных петелек до новых видео всем пока